Не надо там что-то говорить о том, что где-то мы отстаём. Вот сейчас могучая программа связана с симпатонезависимостью. Всё, эта система ни от кого не зависит. Представьте, ещё, кроме всего прочего, надо гордиться нашими своими достижениями. Вот именно в такой политический момент. Да, мы прекрасно делаем систему, и она используется, и мы это можем. И это очень хороший, так сказать, именно такой пропагандистский момент. Дальше, связь. Представьте нашу страну. Ребята, посмотрите. Это ведь не Санкт-Петербург. Это гигантская территория, где надо бесключить связи. И сегодня прекрасно развиваются системы, которые вообще-то свяжут страну воедино. У нас сейчас развивает система Гонец. Вот она уже коммерциализуется. Это означает, что очень дёшево. Надо по своим, так сказать, возможностям развивать систему. Она позволит связать все регионы нашей страны, связи. Ну, про геодезию я говорить не буду. Это гигантский труд вообще. Вот мы делаем топографическую карту всего мира. Это очень хорошая вещь. Ну и заключение хотелось бы сказать. И мы должны знать, что независимость нашей страны обеспечивается нашими военными силами. И мы делаем очень много для того, чтобы они получали технику, ту, которая сегодня позволяет им решать очень важные задачи. В том числе и там, где вы все знаете. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Значит, сейчас у нас ещё остался один вопрос. Такой общий. После чего мы перейдём к вопросам зала. Ну, а мы хотим сейчас отпустить Рану Фрунзену Джураеву, потому что у ней очень жёсткий график посещения. И мы очень рады, что генеральный директор Цинькин посетил в этом миру. Поэтому я хочу предоставить слово, поблагодарить Рану Фрунзену. Ну и предоставить слово перед поездкой и мероприятиями. Спасибо. Я на самом деле очень горда, что я здесь присутствую, что мне удается пообщаться с молодыми ребятами, нашим будущим поколением, которые будут работать на наших предприятиях. Я хочу поблагодарить Константина Михайловича за всех организаторов, что меня пригласили. Было очень интересно. И я хочу пожелать СВН Меху процветания дальнейшего продвижения и передачи всех традиций, которые уже сто лет. Спасибо вам большое. Удачи, успехов всем. Я не могу не езжать. Так, уважаемые коллеги, последний обобщенный вопрос такой. Сейчас вот банковская система, там мировая как-то друг на друга наступает. Мы боимся, чтобы наши деньги кто-то не снял. Вводится российская система, мир. Последний вопрос, вот обобщение, так, в области космической сферы. Насколько космическая сфера защищена от иностранного влияния? Насколько там есть импортозамещение, импортонезависимость? В какой степени вообще, если начнутся какие-то санкции, наша система не сможет работать? Ну, наверное, здесь вопрос надо генеральным конструкторам или ученым задать. Вот у нас присутствует заместитель генерального конструктора, Лямин Константин Александрович. Может ли два слова сказать? Я с удовольствием отвечу, да, вообще освещу этот вопрос, потому что, ну, конструкторское бюро специально, потому что настроение, это, естественно, 95% выпускники военмира, поэтому это наш родной базовый вуз. А переходя к вопросам, все-таки, ну, допустим, вот сейчас вы, наверное, газеты читаете, телевизор видите, мелькает тема такая с армада, да, это новейший ракетный комплекс статегического назначения с тяжелой межкредитарной баллистической ракетой, который, ну, в ближайшие годы встанет на боевое дежурство с большим уже гарантийным сроком небывалым, 25 лет. Так вот, когда этот комплекс создавался, а он создавался буквально вот в этом десятилетии, да, то, естественно, в техническом задании сразу Министерством обороны была поставлена задача отказаться от импортных комплектующих не только в ракетоносители, но и в наземном оборудовании, в стартовом. Поэтому сейчас уже ведется наземная отработка, и я должен сказать, что в этом комплексе уже нет импортных комплектующих, ну, я бы так сказал, наверное, 0,03% импортных комплектующих есть там в системах, ну, в наземных системах, которые отвечают, ну, я бы говорю, процессы системы пожаротрушения импорта, да, маленькая плата импорта. И то, для того, чтобы доказать, что в ракетном комплексе будет применено импортные комплектующие, это нужно провести огромную работу доказательную. Доказать, что, к сожалению, сейчас, пока еще отечественная промышленность, немножко вот эту маленькую толику не доработала. Но все равно на смену даже вот этой маленькой толики уже приходят однозначно разработки изделия, конструкции нашей уже отечественной. Поэтому я вот абсолютно уверяю вас, что так как ставится задача отказаться от импортозамещения, то в современных ракетных комплексах их уже практически его нет. Владимир Иванович, а спутниковая система наша выдержит пословие к самому? Ну, уважаемые коллеги, ну я поражен вообще, как вы задаете вопросы. Два года назад я на этот вопрос отвечал Шойгу, он у нас был на предприятии, и я вынужден на плакате рассказать о том, что, ну не так все страшно, как это все изображается в какой-то там прессе. Вы знаете, что как бы техника делится на две половинки, электроника и механика. Вот что касается механики, ну никакого нет сомнения, что мы в России делаем это лучше, чем где бы то ни было в мире. Никто там, ни китайцы нам, ни комплектанты, ни американцы, ну европейцы там, Германия делают, но она не занимается космосом. Вот, поэтому в этом плане никаких проблем не существует, чтобы заменить и материалы, и комплектующие. Откуда проблема пришла? Надо делать быстрее и дешевле. Вот, иногда не надо развивать те технологии, которые есть в мире. Вот, надо как-то не быть изоляционистом, а все-таки самую разумную компаническую сторону иметь. Но если государству необходимо, вообще возможности нашего инженерного корпуса таковы, что это можно сделать. Я уже приводил пример ГЛОНАССа, который к определенному моменту вообще будет сделан только из отечественной комплектующей. Есть электронная компонентная база, но вы знаете беду нашей страны. Еще при Советском Союзе у нас она слабоватенько развивалась. Вот, даже если так говорить, герметичные спутники пошли из-за того, что надо было нашей аппаратуре сделать цех на орбите. Вот, так у нас отлично заработали герметичные спутники, где прекрасные условия. Когда иностранцы увидели условия работы на наших спутниках в аппаратуре, они говорят, у нас будет теперь все работа с вечными. Вот, это вынужденный мир. Да, сложно. Да, нужно иметь, так сказать, основные ключевые производства. И это сегодня делается. Вот, но все равно, как бы мы с вами ни говорили, необходимо разделение труда. Надо все время подходить очень прагматично. Вот, если такие элементы можно закупить где-то, и цена их приемлемая, и мы не попадаем в никакую зависимость, надо на такие контакты идти. Вот, и одна из наших задач, задач нашего предприятия, она такова, что можно говорить, что угодно, как мы работаем, но если мы не можем продать свою продукцию за рубеж, вот и все. Поэтому мы продаем и спутники, и отдельные комплектующие, и тем самым показываем, и за рубежом в том числе, что у нас нормальная, прекрасная продукция. Дело не в импортозамещении, дело во взаимном мире. И все равно наша техника пробивает дорогу, и в том числе на мировое время. Надо просто работать системно в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Ну, вот так, обобщение общим вопросом на этом закончено. Если кто-то хочет задать вопрос из зала, микрофон стоит, пожалуйста. У меня такой вопрос возникли. Вот сейчас говорили про импортозамещение, но происходит ли вообще какой-то обмен опытом с другими иностранными корпорациями? И если происходит, то с какими именно? Так, ну, вопрос о корпоратах. Кто хочет ответить? Энергия, раз корпорация, может быть? Ну, вы знаете, обмен опытом происходит, может быть, не так очевидно. В основном для нас заказчики сейчас появляется много иностранных, для которых мы не просто разрабатываем радиокосмическую технику, в частности, космические аппараты, но мы и в той мере, которая позволит, мы передаем технологии, производим обучение персонала, учим разрабатывать и создавать аппараты. В таком плане идет очень серьезное общение с многими странами. Спасибо. Владимир Иванович еще хочет добавить. Давайте я вам упоречку добавлю на ваш вопрос. Вы знаете, у нас нет не обмен опытом, а сотрудничество взаимовыгодно. У нас стратегический партнер в Европе, фирма «Калес Олени». Это два подразделения во Франции и в этом самом, в Италии. У нас идет активное сотрудничество, у нас одинаковый аппарат для проектирования, хотя я так называемый, если вам это понятно, о чем я говорю. У нас очень много идет нормальный обмен нашими идеями, нашими решениями. Поэтому это не обмен опытом, это сотрудничество. И во благо того, чтобы вместе побеждали в конкурсе. Так, я хочу еще Евгений Борисовичу дать снова. Добавлю, вопрос интересный на самом деле. Есть даже два совместных предприятия в космическом атмосфере. Это совместное предприятие с Airbus и у «Энергии». И совместное же предприятие с Airbus и у российской космической системы. Где, в общем, задача локализовать производство тех или иных элементов компонентной базы. Задача достаточно хорошо решается, и коллеги взаимодействуют без каких-то приемов. Спасибо. Следующий вопрос. Прошу вопросы четко формулировать. У нас время, в общем-то, есть, но и у нас всегда мало. Но все вопросы, когда мы с тобой послушаем. Здравствуйте. Я могу задать несколько вопросов? Да, конечно. Хорошо. Первый вопрос. Вы верите в то, что в России никогда не появится понятие частной космонавтики? Каково ваше мнение на этот счет? Чего? Пожалуйста. Я не знаю. Ну, смотрите, на самом деле, частная космонавтика в России, де-факто, есть. Последняя сделка, которая на слуху, когда, в общем-то, какая энергия продала морской, проект «Морской старт» компании S7. Ну, вот теперь S7 вполне себе частная космическая фирма. Второе. Давайте не забывать нам компании, которые были раньше, типа, довольно-таки стыкнется. Да, они небольшие, но они есть. Есть компания «Сканус», которая занимается созданием систем приема информации из космических аппаратов и предоставления и услуги по дешифрованию снимков из космоса. То есть она есть. Другое дело, что, конечно же, это не Алла Маска, не Джеймпозис, но и экономика Российской Федерации, и не экономика Советского Союза Америки по объему денег. Поэтому она есть, и она будет развиваться. Дело в том, что частная космонавтика сложна развиваться в России. Да, наши олигарты будут включать в Ирбек, тогда будет частная космонавтика. Спасибо. Еще вопрос? Давай. По поводу зарубежной связи. Национальное космическое агентство Австралии планируется друничать с ведущими космическими агентствами мира, в том числе и с Роскосмосом, так намеренно создать собственное космическое агентство. Как и каким образом может и будет оказывать поддержку космическому агентству Австралии и Россию? Роскосмосу вопрос? Наверное. Давайте я попытаюсь ответить. Если честно, то Роскосмос взаимодействует с большим количеством агентств космических. Последнее интервью Игорь Анатольевич Кимаров давал буквально по итогам своего визита в Дубай, где с космическим агентством Эмиратов обсуждались планы развития. Как конкретно, к сожалению, я вам не скажу, и, наверное, сейчас никто не скажет, но я думаю, что это будет в том числе... Я точно отвечу обтекаемо, но, наверное, так. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, я в этом уверен, на 100%. Спасибо. Я сейчас процитирую слова Игоря Дубарова. Россия на мере назначительно разрешила свое присутствие в космосе в ближайшие 13 лет. Это заявление было 13 апреля в этом году. Что было сделано за этот срок? Восемь месяцев. Ну, я даже не знаю, кто может на этот вопрос ответить. Я думаю, никто. Давайте опять пишем в Россию. Давайте я попробую. Посмотрите, мы же каждый занимаемся своим делом. Я отвечу по образованию. Представители там по конструкторскому направлению, по кадрам. Ну, ответить на вопрос, что Россия сделала в области космоса, мы можем в своей области. Например, я могу ответить, что мы сделали в области подготовки кадров. Какие новые специальности протащили, что мы внесли в стандарт. Казалось бы, это мелочь, но это вклад в развитие космоса. Например, мы готовим кадры. И, соответственно, каждый на своем месте что-то делает. Поэтому, наверное, очень трудно задать, ну, как-то ответить так вот в целом на этот вопрос. А каждый со своей позиции может ответить. Например, очень много делает корпорация «Энергия». Очень много делает ДСС решением в области спутников. Там прорыв совершенно новый, там новые конструкции, срок длительности спутников существенно увеличивается. То есть прорывы и есть, если Роскосмос очень много делает, то, наверное, ответить так вот одной фразой очень трудно, да? Ну, да, это будет дискуссия на полдня. Поэтому, и я не уверен, что вам это будет интересно. Самое главное, после некоторых ответов, скорее всего, за границу вы не поедете. Ну, когда? И замечательный вопрос. Согласен с тем, что некоторые, возможно, многие предприятия космической отрасли необходимы большие плевания денежных средств. Возможно, даже смена поводства для того, чтобы выйти из застоя, если так можно сказать. Ну, во-первых, я не убежден, что мы находимся в застое в области космических средств. Там все не так просто. Состояние предприятия, состояние науки, состояние мысли. Вот, например, сейчас в оборонке внедряются идеи, которые были лет 40 назад впервые сформулированы и проработаны. Поэтому тут, поскольку много разных векторов развития, то каждый имеет минимум, максимум, ну, сложно сказать. Что касается вливания денег, ну, конечно, да, но мы должны четко представлять, что космическая сфера – это сфера, требующая очень существенных вливаний денег. И не зря только две страны – США и Россия – имеют полноценную спорниковую группировку. Не хватит ресурсов в долгих странах. Это мы должны четко понимать. Ну, может быть, коллеги хотят добавить? Так, все, следующие вопросы. Спасибо. Доброго дня. Хотелось бы спросить. Так, много слов сказано о конкуренции с другими странами, но присутствует ли некоторая конкуренция внутри страны между предприятиями? Или все работают на общее дело? Конечно, все работают на общее дело, но, конечно, конкуренция присутствует. Ну, Владимир Иванович, вам. Ну, давайте я скажу. Как вы считаете, где лучше жить? В Москве, Санкт-Петербург или в Сибири? Где деньги находитесь? Ну, думаю, возможно, в Сибири. Вот вы зря, товарищи, смотрите. Вы зря так думаете. Поэтому вот наша фирма, к сожалению, не нет такого, чтобы можно было достать, как называлось в России Советской Союзе, в подковерной борьбе. Чего-то такое. Вот, поэтому мы пытаемся конкурировать. Конкуренция нужна. Это очень хороший стимул для развития. Но конкурировать надо в честной борьбе. Если вы умеете делать лучшее, это прекрасная конкуренция. Такие вещи у нас в стране и не имеют. Но если вы используете связи для конкуренции, это никуда не годится. Конкуренция есть, когда ты отопьешься, вам должна идти в цивилизованных. Правда. Спасибо. Конкуренция на самом деле всегда была. Даже в Советском Союзе было соцсоревнование. Конкуренция была всегда. Пожалуйста, следующие вопросы. Здравствуйте. Роскосмос в международном проекте Space Zip Goodway будет заниматься разработкой стыковочных узлов. Планируется ли создание собственного сегмента и также собственной орбитальной станции в Луне? Также есть ли на этот потенциал? Будет ли этот потенциал реализован? Не заморозится где-то по пути, а проектной деятельности, это техническая? Спасибо. Во-первых, у нас есть международная категорическая станция. И все партнеры подтвердили огромное желание продолжать это сотрудничество. Вместе с тем, у России, в частности, КПК «Эмерги» может спокойно разработать проект, который может позволить выделить российский сегмент в собственную станцию. И здесь, если только будет политическая воля, это все возможности технические, это возможно. КПК «Эмерги» в России, в России, в России, в России. Прокуратка Китая, у которого есть полный потенциал для того, чтобы нас догнать и обогнать. Конечно, в черт de же Союзе есть, так же, как и весь Марсианск. У Китая есть потенциал, кто может ответить на него? Смотрите, насколько я знаю, с китайцами ситуация такая интересная, потому что если вы посмотрите на НКС, то с ними китайцы по НКС никак не сотрудничают. При этом они развивают свою строительство станций. И то, что касается Лун и всей этой истории, сейчас этот вопрос открыт. При этом, насколько я понимаю, все агентства, все страны всегда говорят, давайте развивать сотрудничество. И какая-то кооперация в конечном итоге определится. Китайцы действительно люди достаточно самовыдные. Они строят и развивают то, что они видят и считают важным для Китая в первую очередь. Если интересы будут пересекаться, конечно же, мы будем кооперироваться. Надо просто понимать, что любые проекты в космосе – это очень дорогие проекты. И даже Китай при всех его ресурсах, при всей его количестве денег и тех возможностях, которые у него есть сейчас и будут, для него это тоже будет дорого. Поэтому, ну, время покажет, будет ли эта кооперация или нет, но, во всяком случае, насколько я понимаю, все сейчас достаточно к ней открыты. Владимир Иванович, а китайцы сделают спутниковую группировку? Нет, не раз они ничего не делают, но очень много сотрудничают с Китаем, им поставляя космическую составляющую, их спутников. Но, вы знаете, я бы что хотел сказать. Ну, не надо преувеличивать роль Китая, ну, денег у него много, но пока сегодня, что касается космоса, это все еще далековато до нас. Но, вот это, наверное, самое главное. Вы знаете, катастрофически меняется инженер китайский. Вообще, фонд становится очень образованным, он принимает очень много программ заубежных, и вот мы это понимаем и чувствуем. Вообще, надо готовиться к конкуренции с Китаем. Сегодня, пока, мы даем им форум по своим знаниям, по своему опыту, по заработкам, но время, конечно, работает не на нас. Надо вообще реализоваться и, в общем-то, встречать эту угрозу. Достойно. Спасибо. Давайте следующий вопрос. У нас дискуссия длится до часа, то есть осталось 10-12 минут. Здравствуйте. Я немного волнуюсь, и вопрос мой весьма необычный. Не волнуйтесь, задавайтесь любые вопросы. Но, как Вы думаете, как скоро, возможно, появится новая инновационная технология в области космоса и в области космического аэростроения? И насколько эти запретения будут масштабные, что они просто изменят человеческое сознание в космосе? Нет. Человеческое сознание, оно, вообще говоря, меняется. Даже сейчас, по-другому, есть целое направление нейропластичность, которое в медицине, которое говорит... Раньше все думали, что мозг человеческий вот застыл и не развивается. Сейчас доказано, что мозг развивается, человек может становиться умней, масштабней, по-разному мыслив. Конечно, новые технологии, они расширяют. Ну, кто у нас может ответить на этот вопрос? Мне сказать трудно. Генеральный, зам генерального конструктора? Я отвечу так. Просто как пример, да? 25 лет назад мобильный телефон ездил в багажнике у Волги, чтобы говорил водитель по телефону, правильно? Сейчас он весь вот 20 лет прошло у каждого мобильника, да? 20 лет назад, когда я пришел в Казаховское бюро, чтобы узнать что-то, спускался в техническую библиотеку, искал там книжки. Если что-то еще нужно узнать, там в публичную библиотеку ходил. Сейчас дома кнопочку нажал, да? И все у тебя в интернете есть. Поэтому, как качественный скачок жизни, в быту произошел за 20 лет последних, это вы все, вот вы дети уже современные, правильно? Я думаю, что через 20 лет будет? Да тут только фантазировать можно, правильно? Может, мы уже, вот, сейчас звоним отсюда и телепортируемся в Китай? А я хочу сказать про китайский. Надо, наверное, все-таки в Уиннеке базовый курс китайского языка надо уже владеть. Спасибо. На самом деле, я вам хочу что сказать, что вот те новейшие открытия, которые действительно изменили мир, если историю науки рассматривать, они никогда никем не были предсказаны. Вот все появления новых технологий, там, сетевых технологий, еще каких-то, ну, не были предсказаны. Поэтому может произойти что-то необычное, что кардинально изменит этот мир. Но к этому мы готовимся. Вот все новые исследования, они к этому толкают. Пожалуйста, следующие вопросы. Здравствуйте. Тут затронули вопрос про подготовку молодых космонавтов. А вот как это вообще происходит? Каким критериям это отбирается? И, ну, как туда можно попасть? Ну, там очень серьезная подготовка космонавтов. Дадим Андрею Ивановичу слово, но все-таки коротко. Андрей Иванович может говорить часами. Сколько там тестов разных? Постараюсь коротко. Ну, во-первых, конечно, для того, чтобы успешно быть одобранным в отряд космонавтов, жителю Санкт-Петербурга нужно окончить очень хорошо военные и поработать в Ракетно-космической корпорации «Энергия». Ну, по крайней мере, если это серьезно, то я действительно от души рекомендую именно этот путь, потому что сам через него прошел. чтобы понять, насколько ты соответствуешь требованиям космонавтов, для этого необходимо выйти на сайт Роскосмоса и рассмотреть требования по отпору в отряд космонавтов. Если я не ошибаюсь, на сайте Роскосмоса по-прежнему все эти требования очень четко сформулированы. Это требования и по физической подготовке, требования по здоровью, требования общей, по общей подготовке и по стажу работы. Поэтому выходите на этот сайт, если почему-либо не сможете эту информацию найти на сайте Роскосмоса, эта же информация дублирована на сайте Центра подготовки космонавтов. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну, вопросы вот тут задаются, но, к сожалению, там такой фон сзади, и очень плохо слышно. Я попрошу вам задние виды, ну, чуть-чуть потише, потому что со сцены нас слышно, а вот вопросы не очень слышно. Так, нам осталось, ну, буквально 5-7 минут, поэтому как считаете нужным? Коротко, быстро? Ну, пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, такой вопрос. Сейчас, в принципе, в СМИ, в новостях очень часто слышат о испытаниях зарубежных многоразовых кораблей космических. У нас, в России, как вообще с этим обстоит? Какая энергия, да? До этого у нас появилась энергия для кораблей? Многоразовые были, шатты, бураны, перспективы. Энергия участвовала и разрабатывала во главном направлении проекта «Энергия Буран». К сожалению, только был один полет, был успешный. Этот проект был закрыт. Научная школа осталась, технологии остались, и все это возможно. Здесь важно, какая ценовая задача будет поставлена, какие будут выделены средства, и задачу можно решать. В настоящий момент этим вопросом занимается, наверное, теоретически, практических наработок пока не ведется в плане такого многоразового использования. Спасибо. Еще два вопроса. Здравствуйте. Здесь, пожалуйста, какое будущее МКС после 24-х годов? Что будет после его? Будущее МКС после 24-х годов? Будущее после 24-го. А почему 24-го? Сейчас партнеры подписали про мнение использования МКС, он находится в работе. Будет на 24-й год, посмотрим. Следующий вопрос. Здравствуйте. Я хотел бы сделать вопрос про космический корабль в генерации. Сейчас единственным кораблем, пилотированным для оставки людей в космосе является Союз. Каким будут сроки проведения надеенности корабля в генерации по успешности доставки людей до космической орбиты? Существует утвержденный проект, он назначен в срок, и он для нас 2021 год. Такой ремьер, когда должен быть осуществлен беспилотный запуск в генерации. Все идет в штатном режиме, в соответствии с планом графика, там работает. Поэтому, после 2021 года, думаю, смотрим. Спасибо. Так, еще вот два вопроса, два половых человека стоят. Инициативу в УВМ всегда поддерживаем, дадим право задать два вопроса. Все. Здравствуйте. Учебная лицензия, Димки. У меня такой вопрос. Когда я говорил, что я учусь в УЗИ, в УЗИ, где учились люди с такими фамилией, как Игорь Калёв и Гречко, влюбил в Драгию. Велик ли сейчас в УЗИ настолько? Или это уже просто история, как говорили в УЗИ? Спасибо. Нет. Ну, великих, великих, мы так говорить не будем. Ну, вообще, великий термин я не люблю. УЗИ меняется. Конечно, Игорь Калёв и Гречко, они учились в разные эпохи, их даже вместе нельзя ставить. То есть, они великие космонавты, но каждый из них обладает совершенно разным багажом знаний. Георгий Михайлович Гречко, доктор физмат наук, учился в то время, когда были очень популярны точные науки, развитие физики, математики. Сергей Константинович Крикарёв, когда был уже системно-комплексный взгляд, когда междисциплинарные подходы. Например, Сергей Константинович, кроме космоса, очень активно занимался пилотажем, уже чемпион мира по высшему пилотажу. Сейчас тоже время совершенно другое. Сейчас время, когда, может быть, в большей степени не столь важны достижения в области баллистики, полёта, управления, как в области инженерии, систем связи, взаимодействия, защищённости, энергобезопасности. То есть, время разное, и военмех меняется. Поэтому, тут термин «великий» неправильный, а то, что военмех развивался, развивается и готовит очень успешных людей до сих пор, это правда. И мы никогда не ориентировались на подготовку там, выдающихся космонавтов, выдающихся героев. Мы готовили инженеров, мы до сих пор готовим. И все наши космонавты, и выдающиеся губернаторские, и исследователи, и инженеры. Ну, как-то так я могу ответить. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Я хотел бы задать вопрос. Какое место занимает на сегодняшний день интеллектуальная технология смешанной реальности для подготовки космонавтов? Это имеется ввиду виртуальные системы подготовки смешанной реальности. Ну, Андрей Иванович, на последний вопрос ответ это тренажёры виртуальные. Ну, действительно, сейчас в центре подготовки космонавтов в Звёздном городке у нас есть ряд тренажёров, которые совмещают и виртуальную реальность, и реальность настоящую, то есть живые тренажёры. Но всё-таки основным средством тренажа экипажа космических кораблей является обыкновенный, старый, добрый, физический тренажёр. А виртуальная реальность на сегодняшний момент является дополнительным средством, которое позволяет промоделировать то, что, в общем-то, пока нельзя промоделировать на тренажёре. И основная подготовка отработка нештатных ситуаций, особенно нештатных ситуаций, связанных с угрозой жизни экипажа и деятельности Международной космической станции и корабля «Союз» отрабатывается физически, не виртуально. Спасибо! Значит, содержащую манильную дискуссию, я хочу отрадить внимание на два момента. Во-первых, я хочу поблагодарить всех участников дискуссии за то, что наши предприятия, наши ведущие партнёры нашли время к нам прийти, и нам очень важно, чтобы встречи с нашими сотрудниками, преподавателями, студентами, гостями военмеха, проводили, как лица из первых уст, то есть люди, которые действительно занимаются разработками. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, что взаимодействие между военмехом, студентами военмеха, сотрудниками и предприятиями не начинается и не заканчивается на сегодняшней дискуссии. И если возникли какие-то вопросы, а они ещё обязательно возникнут, то надо взаимодействовать через проектора по учебной работе для студентов, через своих деканов, через заведующих кафедрами, через проектора по научной работе, если речь идёт о научном взаимодействии. И военмех всегда стоял на пути привлечения и к науке, и к дополнительным каким-то программам и к преподавателям, и студентам. Вот эти два момента я хотел бы обозначить. Ещё раз благодарю всех участников дискуссии. Добрый пункт. Спасибо. Спасибо.